здравствуйте еще раз уважаемые зрители мы снова в эфире и мы в эфире не одни а с нами сегодня александра елютина здравствуйте александра здравствуйте сабит маша здравствуйте очень рада вас видеть слышать и конечно же всем нашим телезрителям тоже привет мы тоже очень рады вас видеть ну что наверное приступим к самому интересному да александр вы так ворвались вы знаете прям так с такой энергией свежестью это здорово я думаю на всех я кстати удивлю что вас у вас уже девять вечера вы еще такой энергичный сегодня и встала пораньше случилась небольшая работа представительство здесь красноярске и видимо вот какая-то привычка вставать пораньше и дольше оставаться бодрячком ну и честно вам скажу есть определенный адреналин попробовать что-то новое вот в таком формате поговорить с вами очень хотелось снова увидеться раз вы сразу заговорили про росатом расскажите нам что вы для них делали что-то связано с переводом с телевизором любопытная работка мы делали инструкцию одну когда она была на зеленом фоне так называемом хромакеи красивенько встать и отговорить текст но на английском и это вот одна из тех моих работ подработок когда сочетается и переводческая деятельность знания языка и сочетается вот то что я еще и на телевидении работаю отлично александр тогда давайте ну мы все-таки так перешли уже к середине начнем сначала расскажите вот как вы пришли к профессии и вообще почему решили захотели стать переводчиком это отличная была история мои друзья на тот момент я училась 10 классе или в одиннадцатом а вот мои ребята друзья на физмате учились уже на первом курсе и вот кому-то понадобился так называемый минимум кажется это называется когда надо определенное количество страниц просто перевести как сможешь на их тему естественно они попросили меня потому что всегда с языками было хорошо плюс я училась в классе с углубленным изучением английского мне кажется у нас наверное часов 15 неделю было английского и мы просто выходили из одного кабинета английского и бежали на другой и вот конечно же ребятки попросили говорит помоги мы халтурщики давай нам нужна твоя помощь и это для меня таким открытием стало вот знаете почему мы помним как в школе нам дают список слов мы их учим да ну кто-то учит кто-то не учат конечно но в любом случае мы не ищем слова то есть мы за ними у нас нет даже какой-то необходимости охотиться у меня был такой вот слабенький словарик я подготовилась хотела показать мой мюллер старенький уже весь обшарпанный и вот иногда очень редко что-то можно было там отыскать на лето задавали книжки адаптированные в которых тоже в конце были слова и вот я вдруг открываю что бывают тексты когда надо охотиться за словами охотиться за их значениями и плюс физика математика что-то там было про биофизику мозга как сейчас помню далось непросто но во мне какой-то просто таки лингвистический индиана джонс проснулся это как а так оказывается можно было не стало действительно интересно единственное силу возраста наверное какой-то занятости не сообразила что это именно переводческое направление мне мама подсказала и собственно через год уже там я поступала на я очень осознанно на переводчика в общем-то хотел хотя мне стыдно сознаться на первый курс я так разочаровалась потому что была теория перевода и и это все было так издалека и зачем мне этот монах из какого-то там 15 века который там что-то делает я так разочаровалась мне так стало неинтересно я почти бросила после первой сессии но когда началась практика когда начались какие-то вот эти практически на самих парах занятия я такая нет 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 стойте я здесь надолго это точно в общем вот так так и случилось александр а как я вас прекрасно понимаю первый курс я прекрасно помню теория перевода все эти моменты трансформация да 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 все это я помню согласитесь это иногда добивает вообще все желание да 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 а потом начинается практика и становится веселее здесь уже наконец-то можно кстати узнать у нас когда были практика на лето уже то которая вот это там на третьем четвертом курсе и у меня там еще и как-то внезапно а мой второй язык открылся я не знала что настолько нейроны там как-то между собой азаны и мне я помню что мы сдавали с подругой немножко позже потому что мы как раз согласились на эту практику и мы сдавали чуть чуть позже и она знала что моя самая слабая тема по китайскому это политическое устройство но это во многих языках довольно непростая тема территориальное деление вот это все и она знала что скорее всего я не очень-то отвечу но мы мы работали все это время мы не готовы были и я вытягиваю именно этот билет именно политическое устройство китая и я такая боже мой что делать и вдруг мы садимся я начинаю говорить видимо вот карты мозга до которые отвечают за обработку иностранного языка видимо как-то они сработали и интенсивная работа с английским она еще и китайский запустила между делом такое бывает китайский это вообще отдельно очень интересная тема почему вы выбрали именно его вообще в принципе вы с ним продолжаете как-то работать хоть чуть-чуть ну вот два разделим давайте с китайским я решила работать у нас есть чудесный факультет именно восточных языков где изучают и японский и турецкий и китайский и у меня так как дядя живет на границе с китаем недалеко от хабаровская честно говоря у него китай там просто через реку вообще-то на был план к нему уехать работать чтобы вот что-то интересное происходило именно поэтому мы выбрали китайский а если продолжить про работаю или я с ним сейчас ну вот декрет меня немножко вам скажу подкосил но я вот знаете любому переводчику хочу сказать не надо ни в коем случае бояться декрета я и до декрета была не самым хорошим переводчиком с китайского давайте честно это что я не смогла восстановить даже тот уровень то есть скажем я могла запустить станок по изготовлению искусственного ротанга было такое значит недолгой работе с китайским языком такое да сейчас нет я не могу этого совершенно причем недавно я попробовала в музее сопровождать тех ребят которые приехали вообще с английским мы работали но вот я решила сказать нет они долго смеялись катали все я я я должна сознаться я потеряла устный китайский наверное совсем и некоторые особенности здоровья моего ребенка не позволит мне столько времени сейчас уделить чтобы остановить но но у меня есть всего одна тематика на которую я с тематика в которой я работаю с китайским письменным это техника машины знаете это могут быть компании что-то такое это только потому что у меня фантастически есть редактор который понимает меня с любого иероглифа у нас был действительно очень смешной случай когда мы переводим не так давно это было как раз к комбайну переводили мануал я переводила мануал и вдруг один абзац вроде все понятных всплывают иероглифы которые означают планетный планетарный от речь идет о коробке передач атака боже мой это ну это же ерунда какая вы представляете какой я профан я даже не догадалась что можно планетный или планетарный соединить с передачи и я убрала это я убрала эти два иероглифа значит и такая думать так я отправляю редактору посмотрю что он мне скажет он не звонит слушай говорит вообще все понятно так хорошо перевела прям все понятно отлично описываешь планетарную передачу но слова планетарные я почему-то здесь не вижу фантастический редактор который действительно все понимает и именно поэтому вот эту тематику я себе оставила здорово вы должны обязательно посоветовать посоветовать нам этого редактора он он скорее он скорее такой прямо работяга он любую машину может там по звуку определить что не сломалась и поэтому я бы не сказала что он редактор лингвист скорее специалист который поймет что я на переводила не так он нужен нам обязательно всегда всем нужен редактор такой обязательно знаете сколько сколько технических текстов необходимо проверить и как без таких людей мне очень мне очень понравилась ваша история вот как вы стали как вы пошли этот путь знаете я заметил что многие переводчики особенно вот мы про легенд рассказываем и многие переводчики начинают свой путь не совсем переводчиками а знаете где-то издалека там у кого-то родители были врачи они сначала становились врачами потом уже переводчиками а у вас как бы так вы физики начали ну грубо говоря и стали переводить из технарии из технарии в гуманитарии перешли самое любопытное что на телевидении впервые я пришла тоже вот 10 лет назад я еще училась как раз на факультете и это вот был момент когда мне казалось что это все наверное не мое я не так представляла профессию и то есть и телевидение тоже появилась тот момент и и как-то вот но параллельно развивалась потом надолго с телевидением мы распрощались в виду молодости опять же просто в кадре не так здорово не верит телезритель вот но сам факт что вот вы правы да начинается с какой-то вот непонятный до мешанины позволю там не понимаешь кто ты что ты зачем ты есть такой ну раз мы задели скажем так тему телевидения расскажите расскажите тогда полную историю как как вы попали как попадают вообще в телевидении потому что но я уверен что у многих есть стереотипы что в телевидении попадают знаете как избранные по знакомству не скучная история простите с обид маша сейчас будет очень грустно я прошла кастинг все . просто объявили набор одна из ведущих уходила в декрет и вот так случилось как раз я ее подменила как вы меня взяли на время что она в отпуске вот в этом декретно и небольшой шум у меня появился снег найдет какую-то свою игрушку ничего страшного приглашать его в кадр мы и горшка ну иди сюда помашешь хочешь помахать маши привет егор ты нас к сожалению не видишь но мы тебя видим он убежал искать свою игрушку мужчина целенаправленно решил надо делать да если мы продолжим с вами про как микеланджело абсолютно точно я с тобой согласна про телевидение что попало довольно скучно но мне очень помогло мне кажется именно пока я училась на факультете телевидение помогло потому что мы всегда в кадре работаем с наушником не не вот с таким огромным а маленький наушничек который никто не замечает и очень много происходит за кадром каких-то вещей например на могут буквально крикнуть у нас повис сервер все три минуты говорите что угодно мы что-то должны говорить а потом нам резко три секунды закончить и и как-то надо логично завершить или может быть ты работаешь например с напарником и в какой-то момент в ухо кричат микрофон у одного перестал работать то есть второй должен подхватить и и много всего иногда бывает что кто-то заходит в аппаратную из начальства например дает какие-то указания это все прямо у нас в ухе моего уха называем потому что у нас все это в ухе при этом ты не молчим мы же продолжаем рассказывать что-то свое и мне кажется что именно вот этот опыт помог мне впоследствии синхронным переводом потому что как раз как-то уже мозг там научился себе параллельно слушать и говорить и действительно потом удалось неплохо по синхронить и на на кинофестивале на одном я работала в волк проходит кинофестиваль молодого европейского кино попалась мне там преподаватель из мгу которая как раз преподает перевод ее привезли туда как переводчика не сразу я узнала что она преподаватель и вот мы садимся синхронить йод прямо кожей ощущаю что так вот я так растерялась мне так некомфортно было им в итоге мы когда выходим из будочки я говорю что-то не так а я думала будет хуже сказала мне я засчитаю себе такая комплимент для себя молодого синхрониста я подумала ладно я я не так плохо хорошо слушайте но я на самом деле смотрел у вас на вашей страничке я заходи к вам на страничку да я не подглядывал немного извините как как маньяк мне понравилось у вас было видео за кадром где вы что-то своим напарником так вот махали я думаю весело у вас работа ну и в принципе у вас много видео где вы там за кадром что-то что-то какие-то год подготовка у вас за кадром происходит очень интересно и я прям так вы знаете мне очень понравилось не знаю очень здорово скажите как как вы готовитесь вот как перед эфиром что вы делаете не знаю говорить кто мантру разминаете язык да в утреннем эфире самое страшное то что связки еще не проснулись у меня есть замечательная возможность связки разбудить при помощи кипяточка пока я ничего лучше не придумала то есть не надо выпить минимум две чашки очень горячего чая или кофе и тогда они немножко начинают функционировать надеюсь опасность чаем или кофе во время трехчасового эфира ты не всегда сможешь убежать и так сказать функции почек осуществить поэтому тут тоже надо четко каждому знать какое количество кипяточка можно себе позволить разминаем речь разминаем значит вот разогреваем речевой аппарат и есть большая подготовка до этого есть тема эфира мы конечно что-то находим интересные факты видео в интернете какие-то любопытные обсуждаем этот с напарником обязательно но все равно где нибудь случится что-нибудь вот такое смешное где например видео которым вы говорите мне надо было новость давать и одна новость была вот прямо свежая свежая ей надо было открывать выпуск и она у меня на планшете открыто и мои коллеги они просто схватили для своих нужд планшет чтобы показать я начинаю жестикулировать планшет планшет мне скорее пожалуйста и там мне кажется даже видно как я буквально задыхаю я не знаю что делать потому что мне надо дать точные цифры так как эта новость вот свежая утренняя я просто не весь фактаж помню я не имею права наврать и вот так я напугалась что делать всякое у нас одного коллеги сейчас простите так нужно в сторону есть рубрика когда мы животных показываем у нас в студии и стараемся их пристроить они у нас бездонные то есть вот мы с обществом волонтеров сотрудничаем и бывают ситуации когда заходит животное в студию и вдруг внезапно ведущий открывая для себя чудеса аллергии то есть никогда не было представляете именно вот просто там три секунды до эфира а человек понимает что отекать начинает начинают слезы наворачиваться вот такие сюрпризы не самые приятные но мы с собой вот приносим обязательно что-то такое у каждого какая-то своя аптечка каждый знает с какой стороны слабо так сказать да где слабо там рвется и вот каждый что-то с собой вот такое приносит у меня конечно слезы у меня конечно не аллергия на слезы наворачивается сейчас но от смеха я рада у нас правда будет очень весело да да александра вы смотрите пожалуйста вот кто те люди которые вас смотрят вы с ними какую-то обратную связь получаете телезрители у телеканала имеется ввиду да у телеканала и вот конкретно ваша программа это очень разные люди у нас в красноярском крае мы находимся и у нас около трех миллионов потенциальных телезрителей и в нас смотрят в небольших деревнях это более крупные села города 300 тысяч скажем жителей покрупнее и крупнее и крупнее и так вот все больше и больше конечно миллионник красноярска столица и надо сказать что те кто нас смотрят то люди очень разные что мы знаем по знаете есть такие вот изучение среза таргета чтобы понимать все это в среднем у нас от 45 зритель те которые младше 45 там 35 45 их немножко поменьше но мне кажется это в силу того что просто люди очень заняты и такое самое наверное активное время для многих из нас такой возраст активный и получаем разный отклик бывает ругают бывают ругают по делу это уж критика стала быть где-то могут обратить внимание что что-то сказали нелогично бывает что пишут наоборот просто что ты красотка тебе вообще не важно что там говорить просто говорить вот такое до разного рода бывает что недавно меня осудили за то что я не толерантная и нетерпимая так у нас снова гости как это мило извините я поплыл я думаю маша тоже это же очень это же милота да Егорушка снова да о чем мы говорили мне кажется вы так договорились да наверно так нет честное слово Егор Егорушка вот я буду разговаривать когда я подам знак подойди и подсылай нет нет честное слово он сам у меня такой мы говорили о телезрителях да обвинили меня немножко в нетолерантности не так давно из-за определения семьи у нас был эфир посвящен семье но не в день семьи любви и верности а чуть ранее там за месяц до этого мы говорили о семье и очень очень аккуратно старались эту тему поднимать потому что наверное семья для каждого понимания кто это это ты и твоя мама и папа даже если тебе в этот момент 40 лет или твоя семья это ты и партнер это дети не дети и вот в какой-то момент нам в ухе опять же говорят почему вы свою позицию мало говорите почему свою позицию давайте я говорю вот я лично считаю что если есть мама есть малыш это уже семья вот за эту фразу меня телезрители очень растерзали что я оскорбила всех тех кто не может детей иметь и не имел права так говорить ну сложно да да то есть мы же тоже люди мы тоже имеем свое мнение но надо с ним аккуратнее очень ну даже не обязательно критику со стороны ну в профессии ведущего а в профессии даже переводчика потому что и переводчиков очень много критикуют особенно заказчики да заказчики это не я заснул это переводчик неправильно перевел как вы реагируете ну вот вы сабит правильно говорите что здесь же критика это что это когда по делу когда замечание аргументированное на критику я всегда отлично реагирую потому что я хочу научиться я хочу понять когда например я только начинала работать с бизнесменами и один раз перевела слово shares как акции потому что мне казалось что по всему вот договору очевидно что там только про акции идет речь и мне звонит заказчик и говорит ты разорить меня хочешь всегда переводи как акции и доли всегда это иначе ты меня без денег оставишь вот это это критика да потому что он мне объяснил вот смотри за этого перевода я вот так вот так вот так юридически потом не могу что-то проделать а бывает к сожалению на телевидении критики мало потому что это всегда ну так вкусовщина давайте будем честными кому-то нравится девочка в кадре кому-то не нравится и тем кто не нравится они активнее конечно высказываются это субъективное мнение бывает иногда обидно бывает но это опять же это же их мнение что я сделаю а вот про заказчиков Маша вот так здорово сказали мне пришла в голову история я для себя не очень такую приятную вот эту недокритику называю сама себе Ханс Аванда ситуация Ханс Аванда кто такой Ханс Аванда это прекрасный совершенно шоколатье он стал лучшим шоколатье в мире я к сожалению не вспомню в каком году в общем он фантастически печет создает шедевры просто на кухне и он приехал в наш город с мастер-классом было здорово потому что для меня это такая новая тема была и мастер-класс был и мне в конце концов интересен и вот представляете такая огромная кухня здоровенный стол очень много людей кто-то что-то смешивает какие-то ингредиенты что-то размораживают что-то наоборот замораживают мы резко срываемся бежим к параконвектоматам там надо что-то открыть поменять температуру была такая прямо ух интенсивная работа что-то на доске написал потом еще куда-то бежим я буквально хвостиком за ним бегала там даже была ситуация когда он пошел и не говорит куда идем ну он занят делом я за ним бегу-бегу и буквально за два шага до двери понимаю что он в туалет пошел а я за ним лечу я думала что мы идем что-то переводить и вот в чем ситуация когда мы закончили мастер-класс стоит сказать что немножко некоторые моменты были то ли не получилось что-то организовать то ли не знаю в чем причина не берусь но вот например когда он говорил сейчас вот сейчас тот шаг когда мы должны использовать авокадо и я значит по-русски для организаторов говорю а они мне говорят нет авокадо ну такая вот какая-то заминка получается мы не можем перейти к следующему шагу он начинает что-то передумывать и какой-то ликер там тоже надо было и он то ли закончился перед этим то ли и что-то вот такая опять заминка ликер все никак не появляется авокадо принесли тоже с опозданием на два часа и Ханс уже начинает немножко так раздражаться что он заранее же прислал список всех продуктов ну как так ну да и вот время рассчитываться он подходит ко мне и говорит Алекс ты не лучший переводчик в мире я много где был много где со мной работали переводчики ты не лучший переводчик в мире но из тех с кем я работал ты одна из лучших потому что вот ты мне не надо тебя звать ты за мной вот бежишь и он историю с туалетом вспоминает и он очень по-настоящему благодарил через три минуты я подхожу к заказчику и они говорят мы не хотим тебе платить деньги ты не справилась потому что ты нас всех подставила и в том что вот он догадался что не хватает авокадо виновата ты и с ликером ты должна была прикрыть почему ты нас не прикрыла ты недостаточно значит какая-то вот такая сообразительная и мы вот ты знаешь мы вот сейчас обсуждаем что возможно даже и не оплачивать эти твои четыре дня работы и поэтому когда у меня включается какая-то критика такая обидная не критика даже да но при этом вот ребята с кем я работаю говорят подожди-ка ты же справилась нам все понравилось я для себя так так это опять ситуация Ханса Ванда выдохнули все все хорошо да 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 не стоит переживать но мне кажется для любого переводчика начинающего не начинающего вот главное не чтобы не заранили они какие-то вот такие большие сомнения что бросил профессию только из-за того что ну вот кто-то хотел скрыть этот чертов авокадо слушайте ну вот если мы говорим про авокадо это же такая ситуация кошмар любого начинающего переводчика работа сделана заказчик такой говорит а денег нет посвидос что делать ну вот честно говоря тогда я собрала себя в кучу и сказала ну послушайте ведь все таки если я так плохо справилась вы могли меня снять в первый же день но я вижу что четыре дня мы отработали более того я говорю вы уже разговаривали с самим Хансом они такие да он вас хвалил пожалуйста давайте вы все таки меня рассчитаете они рассчитались со мной ситуация когда со мной не рассчитывались тоже была это был завод в Вологодской области по производству пищевых продуктов и они такие милые были у них встал станок по производству как же взорвавшийся это рис боже мой вот такой вот он крупненький воздушный рис воздушный рис почему слово у нас бывает да вот встал этот вот собственно станок и мы его запустили довольно быстро там созвонились все сделали что-то там программу набрали и они такие хей-хей-хей-хей мы работали через торгово-промышленную палату тамошнюю поэтому у меня не вызывало никаких страхов что что-то может пойти не так проработали мы четыре часа и мне какие-то собрали там к завтраку шарички какие-то там что-то такое что они у себя там да ну они вот как бы дали мне небольшой пакет этого там воздушного риса и такие хей-хей и потом мне приходит расчет что я буквально 30 минут работала то есть там ну просто вообще ничего не посчитано ни дорога до них от города не входила в счет и я звоню в торгово-промышленную и говорю как же так так а вы же за 30 минут справились какие-то вопросы и я такая о боже это самое начало просто моей работы и карьеры я такая господин а как быть-то ну и все обожглась стало по-другому уже там обсуждать дела да обсуждать уже стало по-другому хотя честно скажу плакала ну прям пару вечеров ну я думаю что это у всех было всем нужно всем нужно обжечься чтобы затем ну как бы быть сильнее стать честнее да да это точно александра вот у нас в прошлый раз был гость он такой достаточно уже взрослый переводчик и мы его спросили вот чем с его точки зрения отличаются более молодые переводчики и вот он так серьезно сказал что вот начинающие переводчики они часто склонны дружить со своим иностранным вот этим вот человеком которого они переводят вот типа когда ты становишься более взрослым ты начинаешь немножко дистанцироваться вот что вы скажете на эту тему я понимаю о чем вы да я честно очень много это вокруг себя вижу причем даже иногда в тех сферах где казалось бы лично мне я исключительно субъективно да где мне кажется не очень нужно дружить были выборы шестнадцатого года и восемнадцатого и на них я работала с наблюдателями от ОБСЕ это довольно серьезные дядечки прям такие взросленькие с которыми как мне кажется ну в общем то не очень не очень уместно даже пытаться какие-то дружбы дружить даже если эти дядечки всего около сорока там или тридцати пяти они наблюдатели от ОБСЕ я помогаю им делать их работу я этого не понимала но но со мной работали коллеги у которых чуть-чуть моложе подопечные и например если наблюдатель это мальчишка лет семнадцати который только поступил в колледж в Америке и он конечно наверно больше настроен дружить может быть это зависит вот от самих переводимых может быть я стараюсь конечно какую-то ну вот тоже слушайте вот хороший какой вопрос вот смотрите когда я работала на том же вот кинофестивале я упоминала еще уже вот там приехали молодые режиссеры то есть для них это первый фильм в их жизни первый фильм в их карьере и они они не хотят наверное дружить но они ждут что ты их поймешь то есть и они вот вот прям смотрят на тебя вот как собачки что мол ну ты же понимаешь да 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 абсолютно и кстати я считала что я провалилась когда я первую конференцию переводила вот я приступила к работе на кинофестивале с конференции с пресс-конференции Ольма Амерзу я вот помню почему-то у него такой противоречивый фильм был и так его разнесли беднягу из Норвегии парень приехал вот и и он такой да вы что это так важно это нужно об этом говорить его буквально разнесли журналисты и он вот сидит машет руками и я начала тоже махать руками я так подключилась вот к этому всему и когда я вышла за дверь этой вот комнаты я я себе сказал я провалилась нельзя так переводчик не имеет права настолько эмоции показывать я здесь просто инструмент я здесь не не защищать его пришла мне повезло прибежал буквально прибежал один из организаторов сказал так где эта девочка которая руками махала это все сейчас меня будут не знаю линчевать я вам сказал ты нам нужно ты знаешь говорит у меня вот там 20 человек вот этих молодых авторов им нужно чтобы ты с ними махал руками чтобы кто-то за них повоевал поэтому наверное наверное дело не в возрасте переводчика наверное все таки это то что окружает в какой ситуации мы переводим кого мы переводим с тем же обсе я работала с отставным адмиралом один год там точно дружба не получится он очень издалека спрашивал меня постоянно как я отношусь к власти как я отношусь каким законам но это явно не про дружбу то есть она не могло никак завязаться вы сейчас упомянули вот столько ваших проектов очень интересных расскажите вот не знаю может быть курьез курьез курьезные случаи прошу прощения язык запрекается курьез курьезный случай расскажите пожалуйста ну у меня очень много курьезных я как-то не знаю мне кажется мне очень много провалов какой-то постоянно ситуация ансаванда и постоянно как какой-то вот что-то где-то я там опять в очередной раз машу руками но у меня бывают очень сложные такие дипломатические мне кажется ситуации на вот как раз на войсес на кинофестивале на этом приехал в качестве жюри по моему около 40 лет этому актеру французский актер который не скрывает что у него кенийский и снова привет я тебя люблю радульчика все беги беги мой хороший беги мы должны отдельно поговорить как удается после декрета работать переводчиком на дом так вот курьезная ситуация не даже на не курьезная такая сложная дипломатическая можно сказать актер из франции который подчеркивает что у него кенийские предки из кении что у него кенийские корни и вот идет один журналист и он уже пару раз какие-то очень странные вопросы задавал из серии знаете а как вы находили себе финансирование в девяностые спросил он у европейцев вот и западных и немножко пришлось долго объяснять вся конференция стала пресс-конференция я долго объясняла что не так с 90-ми в россии и вот идет опять этот журналист я прямо на вдохе и он такой а можно я говорю да конечно я вам помогу да и он буквально первым же вопросом у этого товарища актера он спрашивает вот у вас кенийские корни он говорит да я так этим горжусь так все здорово он говорит подождите а чего актером то стали вы почему бегом не занялись но это же логично да да вы представляете у меня была такая просто у меня одновременно паника ужас я бледнею краснею и думаю ну вот что делать я поворачиваюсь к этому актеру и а он видит что уже с лицом лица на мне нет он говорит он что-то спросил странное и я извинилась первым делом я извинилась мне показалось что это будет уместно я извинилась сказала пожалуйста вы же знаете вы очень грамотный человек очень образованный не надо судить о всей стране по одному индивиду и я прошу прощения за него он не понимает что он говорит я говорю а теперь я вынуждена вам перевести этот вопрос он говорит да переводите я перевела вопрос он как-то так спокойно он был видимо готов что пока с этим не везде хорошо на вдохе он отшутился о том что раз молодой человек живет в вологде то наверное не стоило становиться журналистом видимо стоило коров доить наверное и молоко собирать но то есть он как-то смог отшутиться а я я в ужасе была честно говоря у меня вот иногда такие какие-то моменты случаются когда это больше чем дипломатия когда надо выбирать я даже за секунду причем принять решение опять же тоже кинофестиваль другой год яна троянова приехала в качестве тоже член жюри яна троянова довольно известная актриса в россии насколько я понимаю но я видела ее фильме ко 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 и жить какие-то сериалы тоже с ней выходят она родилась на урале и всегда подчеркивает какая она такая простая и она только мне доверяла ее переводить потому что она говорил так сибирь мы друг друга поймем давай сибирь сибирь иди сюда и вот на заседании жюри вообще-то никто не должен присутствовать а тут для яны нужно переводить приехали мэтры из европы и вот и я на с ними и вдруг я на начинает отборным матом она прямо говорила что ей не понравился фильм один и вот у меня есть доля секунды чтобы понять я должна найти равнозначные эквиваленты или немножко смягчить я делаю вдох поворачиваюсь я понимаю что эти люди наверное не хотят услышать эквиваленты точные я не моргаю немножечко упростила там что там ну знаете какие-то слова попроще такие дней не совсем не то что всем офенсив и был один из режиссеров я не знала что он понимает по-русски он из техии но как-то до этого у нас не происходило с ними нигде мы не пересекались на площадках в какой-то момент он остановил все что происходило за столом все обсуждением из этого знаете они ставят галочки обсуждают работу актерскую режиссерскую и он вдруг вот так стойте стойте я горит вам хочу сказать ребята вы не представляете какую работу делает эта девушка она вас лишает очень многого чего вы должны быть лишены типа выгорит не представляете какая тут как-то он так выразился на что типа особенная русская речь которая здесь столом конечно не нужна и я на мне себе себе что там происходит переводи я говорю ну в общем они рады что мы здесь с вами даем все хорошо тоже опять же они остались довольны хотя вроде как по теории я наверное должна была просто не глядя не моргая наверное находить только эквивалент да 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 это одна из самых важнейших задач переводчика из ноги совсем сталкиваться как переводить такие ситуации когда на грани конфликта что ты должен делать смягчить или перевести ну так как положено что каждый раз каждый раз это все так уникально что сидишь думаешь а когда станет легче будет понятнее как здесь и да ну вот с одной стороны вы рассказали ситуацию где с авокадо вы не смогли смягчить и добыть авокадо из непонятно откуда да 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 опять же да ну вот связи со всем вот этим расскажите вот какими как как считать какими качествами должен обладать ну прежде всего это понимаю мы сейчас будем говорить наверное про устного переводчика так у вас вы очень много рассказывали про устные проекты какими качествами должна обладать устный переводчик или наоборот какими не должен я не знаю на третьем курсе такой уйти мне из профессии или уйти у меня есть вот это не пойду в математике слушайте мне очень нравится думать как то вот мне кажется что из троечников получаются в общем-то хорошие переводчики потому что когда ребята не очень готовы к уроку и из 20 слов которые на тебя льются ты знаешь буквально 5 и надо понять что от тебя хотят вырабатывается какой-то особый навык навык не не зазубренные слова использовать да а вот как то из того что думать головой думать головой да поэтому когда кто-то говорит из меня не получится переводчик смотри у меня вот что-то у меня тройки особенно по теории перевода уже обсудили да и я всегда гранение не 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 стой стой и из троечника получится хороший переводчик все хорошо не волнуйся есть определенные навыки хотя хотя конечно у меня есть примеры для подражания в профессии и эти ребята исключительно отличники и это просто боги перевода для меня из тех кого я вот могу лично видеть и они конечно отличники они но здесь оговоримся что из троечников хорошие получаются из троечников могут получиться великолепные переводчики и вот мне кажется что именно какой-то жизненный опыт чтобы не растеряться в ситуации именно надо учесть сидишь ли ты за столом с членами жюри да или ты стоишь где-то у станка его запускаешь иногда можно даже замолчать и например у меня вот дядечки при запуске станка русский дядечка и китаец очень быстро и даже быстрее чем я смогла перевести поняли что не хватает заземления у станка и они что-то там на своем посмеялись даже как-то у меня была ситуация когда я своим вот этим вот всем сложным английским всеми две пост эффект континью сами что-то пыталась донести а была сделка между армянином и турком и в какой-то момент они матерясь друг друга поняли быстрее чем мой пост эффект континью сын это донес и наверно суметь упростить важно до такой степени чтобы не свалиться совсем под в какую-то ну тушь элочку людоедочку да вот это чтобы чтобы тебя поняли но при этом речь осталась вполне адекватный чтобы ты сам вот как-то так глянул и понял что пожалуй этим людям не нужны и маты а вот этим наоборот может быть что-то где-то пожёстче придется в какой-то момент на работать вот этот глаз вот эту насмотренность но она же не придет сразу к сожалению но придет все говорится с опытом александра а вы были у вас такие ситуации когда ваш клиент понимает ваш рабочий язык и как-то отслеживает насколько правильно на меня переводит кстати да у меня бывало даже не то что отслеживали насколько правильно не была ситуация с оба с е когда как раз основной адмирал три дня я не знала что он понимает русский и он четко да наверное я не знаю ой шпионская тема то вообще конечно история смешно в общем я не знала три дня что он понимает он все слушал он что-то записывал делал какие-то записи и когда вдруг на третий день он довольно сносно выразил свою мысль на русском и выразил ее по поводу того что он понял что говорили русские на русском мой слушайте на это было жутко честно вам скажу а про шпионскую тему я вообще обожаю вот эту всю историю когда зайти у меня была история когда из франции делегация пригласила волонтеров и меня переводчика с ними вечером выпить кофе мы что-то смеялись что-то обсуждали и в какой-то момент конечно французы перешли на французский да как они с английским они из уважения какое-то время говорили на нем и так с волонтерами немножко уже поняли и что вечер заканчивается и вдруг кто-то шутит на французском я засмеялась попад потому что ну мы же латынь все равно учим все равно эти латинские корни все равно очень много знаем влияние французского в английском наоборот очевидно даже что что можно понять можно понять и вот я засмеялась по потанет алекс ты шпион мы тебя рассекретили очень долго потом смеялись надо мной вот как раз встречают а шпионка примет но вот так чтобы мне исправляли ошибки только пожалуй вот преподавательница из мгу которая следила как есть хронный перевод осуществляют с одной мастер-класс по синхронному переводу кстати да мы потом с ней очень здорово поговорили я взяла у нее ряд как-то советов да вы просила буквально игры вот как вам кажется казалось что она оценивала и только во время синхронного перевода она очень четко разложила по полочкам вот я тебя там видела вот это тебе лучше делать вот это лучше не делать какие-то такие там блокнот почему с собой носишь такой маленький нужен больше какие-то такие моменты абсолютно цель тарны какие то раз мы решили то к синхронному расскажите какой вот такой вид перевода вам больше нравится последовательные синхроны я знаю что есть переводчик который предпочитает вот только синхронный вот им попадалось синхрон за синхроном а вам вам что нравится что предпочитать мне тяжеловато все равно синхронный перевод наверное знаете почему Потому что когда последовательно переводишь, у тебя больше передвижения. А здесь ты сидишь в будочке, выйти никуда особо нельзя. Я человек, наверное, может быть просто в силу темперамента более подвижный, что ли, не знаю. Хотя, опять же, вот я вспоминаю шушитаж. Это, ну, можно условно, да, так очень за уши притянуть и условно назвать синхронным. Я бы сказал, что, наверное, это сложнее, чем синхрон, потому что при синхроне всё равно у тебя есть наушники, ну, никто не отвлекает, у тебя есть будочка. А в шушитаж много звуков посторонних. Да, ну вот мне почему-то с шушитажем было проще, честно вам скажу. У меня был опыт работы с Майком Десевым, он один из создателей Бивис Айбадхида. То есть он их не рисовал, а он разработчик идеи. И он приезжал в рамках фестиваля, назывался... И снова здравствуйте. Сыночек, поиграй, пожалуйста, малыш. Я скоро приду, малыш. Нет, нет. Я честно его не приеду. Всё, всё, беги. Мне кажется, он хочет стать будущей звездой. Я думаю, по вашим стопам, он хочет на телевидение попасть. И это первый шаг. Всё, беги, мой родной, беги. И Майк Десев приехал на фестиваль мультиматограф, большой фестиваль мультимедийного творчества. И как раз приезжал Вадим Демчок с проектом... Помните, был мистер Фримен, мультимедийный, да? Да, конечно, конечно. Значительный, да? И вот была вся команда мистера Фримена, был Вадим Демчок. И я вот переводила как раз в ухо майку. Значит, это всё в ухо перевожу, перевожу. Вдруг включают сам мультик. Там эти сложные какие-то были понятия, эти философские. А он ещё и быстрый, наверное. Он мистер Фримен. Я знаю, что очень скорость быстрая, и я не представляю, как там сложно всё происходило. Мне кажется, я заплевала всё ухом, пока пыталась это выговорить. В конце Майк такой, тик-так, мол, хотите? Я такая, нет, спасибо. Потом, о, господи, я... Неужели у меня не свежее дыхание? Это первое, что я подумала. Представляете, 30-40-50 минут человеку там дышу. Но вот удивительно, почему-то мне проще шушутаж. Будочка почему-то не моё. Не знаю даже почему. У каждого своё, как говорится. Ну да, да, да. Александр, как так нам уже четвёртый раз подбежал наш второй герой выпуска. Я думаю, самое время уже рассказать про то, как живётся переводчик в декрете. Ой, я, честно, не хочу никого пугать. Прежде всего, всё можно организовать. Сейчас просто детские сады закрыты, и много чего не провернуть. Но я вам скажу, как... Почему у меня основные сейчас рассказы для вас, да, основные истории именно из вкусного перевода, потому что мне это проще организовать. Просто выехать, что-то провести, что-то прочитать. Когда вот случается что-то с детским садом, или, например, заболел малыш, поработать не удаётся со скоростью хорошей. То есть это вот до декрета мне могут выслать 24 страницы и сказать, что у меня 33 часа на то, чтобы это сделать. Я помню, как я справлялась и с такими вызовами тоже, и это казалось нормальным. А теперь я совершенно не конкурентоспособная в плане скорости. Качество я более вдумчивая стала. Мне очень нравится находить какие-то очень хорошие, ёмкие словечки. Я могу потратить час на то, чтобы найти какой-то хороший эквивалент, который меня устроит, который устроит заказчика. Но позволить себе гонку вот именно за скоростью я уже не могу. То есть, когда иногда мне пишут в 5 вечера, вот есть, скажем, всего 5 страничек. Всего 5 страничек. Возьмите быстренько на вечерок, и там можете, например, в 10 выслать. 5 вечера — это всё. Это мне идти, вы забираете с садика ближе к 6. Дальше ужин, дальше поиграли, почитали, ванна. Мы ложимся спать, сам он не уложится, ему надо почитать, мы к этому привыкли. И поэтому это неплохо. Я не хочу никого напугать. Мне кажется, сейчас молодые просто могут... У меня переводчики, боже, нет, всё, никаких детей. Нет. Приходит много чего другого, нужного, и в профессии в том числе. Такая мультизадачность открывается, что ни на одном переводе такого не случится. Но в скорости, конечно, я теперь очень сильно проигрываю. Очень. Наверное, главное, всё равно качество должно оставаться на первом месте. Ой, знаете, можно я вот историю тоже... Я засыпала вас какими-то историями. Рассказывайте истории, нам приятно слушать. По поводу скорости. Был момент, как раз я ещё беременная была, у меня так здорово помещался ноутбук на животе. Но даже история не в этом. Попросили с китайского перевести анализы из какого-то клинического центра в Китае. Ребёнку было вот этому, для которого анализы сделаны, что-то около восьми, я поэтому взялась за это. Но, что любопытно, очень много переводчиков до этого отказались выполнять этот заказ, потому что нечитаемы были иероглифы. Ну вот, то есть видно какие-то очертания, а мы знаем, что в китайском одна вот эта вот денечка, одна эта точечка может очень сильно изменить значение. И если что-то не пропечатано, что-то вот... А там, знаете, как-то вот скан с ксерокопией, которая была сложена, очень сложно. И мне сказали, что уже там несколько человек, чуть ли не пять или шесть, отказались от этого просто с формулировкой. Нечитабельно, нечитабельно. И чего-то вот меня как-то вот это зацепило, да. Я такая вся из себя в этих гормонах беременных, такая, как же, ребёнку не переводят. Мы же должны, мы же тут практически мир спасаем. И я все сроки сорвала, какие вот только можно. Потому что над каждой формулировкой приходилось очень долго её перепроверять, чтобы ни в коем случае не перепутать, перепроверять показатели, тот ли это на самом деле анализ. И поэтому мне дали что-то около недели, а я справилась за две с половиной. Вы представляете, в реальном мире, какой штраф за это может быть? Это, ну, недопустимо. Но опять же, вот история с тем, что у меня какая-то, не знаю, вся моя работа — это вечные какие-то провалы. Я знала, что я проработала в ноль, и хорошо бы, чтобы с меня какие-то деньги не сняли сейчас за просрочку. Но вот родители оказались благодарны, что кто-то взялся и вдумчиво это сделал. И мне работу оплатили в полном объёме. Что вот удивительно, конечно. Ну, мне кажется, в этой ситуации это самый такой правильный подход. Потому что вы же отвечаете за то, что вы переводите. Да, да. Всегда это страшно, потому что ты что-то перевёл, там, поторопился, чуть-чуть не то выбрал. А уж тем более в такой ситуации с ребёнком и анализами. Да, но я тоже. Я считаю, что я там была права, именно поэтому я написала, что я срываю сроки, но я готова доделать, и я буду доделывать. И на меня немножко ругались что-то там, переживали, но всё-таки мы вот доделали. Да, я полностью, Маша, с вами согласна. Действительно, лучше не торопиться. В каких-то важных таких делах не стоит. Не стоит. Вот вы сейчас так много упоминаете про ваши провалы, а я вспомнил одну цитату. Майкл Джордан, по-моему. Да, Джордан её сказал. Потому что он проигрывал 10 чемпионатов, 10 важных матчей, не забивал, ему доверяли 26 решающих бросков, и он всё промахивался. И именно поэтому он считается лучшим игроком мира. Вот я думаю, у вас точно так же, да. Вот все ваши провалы, они ведут к какому-то успеху. На самом деле, реально, вообще бы такие провалы. Да. Ну, согласна, у меня, в общем, довольно весёлые истории, но у меня есть, знаете, какой-то мегапровал, когда я готова была разрыдаться, бросить всё, вот просто как девочка пятилетняя, и убежать. Это всё начиналось, вот даже вот как всё начиналось, всё предвещало беду. Была пятница, вечер, мне звонят и говорят, тут это происходило в Вологодской области, когда я жила. И, значит, мне позвонили, сказали, приехали финны, это руководители всех финских торгово-промышленных палат. Они приехали на Северсталь, то есть они в Череповце находятся, и с ними есть переводчик с финского, но это такая достаточно уже пожилая старушка, у неё прострелила спину. Она не может. Просто вот никак. И, мол, завтра в 6 утра выезжаем, едем на Северсталь переводить, на завод. Я говорю, а что переводить будем? Плавку. Вот всё, мы поедем. Ну, и вот весь процесс. Я говорю, сейчас 5 часов вечера. То есть, ну, как? Я говорю, вы, может, слова какие-то подкинете? Нет ничего типа. Ну, что там? А что вам, говорит, непонятно? Да, это самый классный вопрос. Плавка же? Да, да, а что? Ну, это что? Вы же переводчики должны всё знать. Ну, в принципе, понятна вещь в плавках. Дети знают. Конечно, когда дом на, что ли, не знаете? Каждый дурак знает. И вот я, значит, это был адский вечер. Я подготовилась. Я сделала себе в телефоне какие-то подсказочки. Бегло понимала, куда, если что, заглянуть, когда начинаем этот процесс, когда тот процесс. Мы стартуем в 6 утра, доезжаем до Череповца. И подвозят, значит, нас уже вместе с этими чудесными финнами к самой Северстали. И говорят, мы поменяли план. Мы не поедем в Домну. Они решили, что Домна — это всё-таки такой момент, его нельзя показывать. И мы поедем сейчас и расскажем им презентацию. Какую презентацию? А она есть в русском языке, может быть, там, или что-то? Мне хотя бы в руки понимать, о чём речь. Я говорю, вот у меня 10 минут, я что-то могу изобрести. И они говорят, ну тут мы так, мы в общем. Она такая, общими словами. И в итоге мы заходим в какой-то огромный зал. Наверное, я думаю, там, мест 150 посадочных было, что-то около того. Огромный экран. И на нём начинается. А вот здесь у нас такое месторождение. А в нём находят вот такие. А там такие породы. А таких пород там нет, поэтому пород, надо вот таким образом обработать. Вот знаете, иногда переводчик может описать или на что-то объяснить, если он не знает понятия. Ну, не знаем мы, например, не знаю, что там на собаках живут какие-то там паразиты, но мы можем описать, что они живут на собаках. А здесь я стою и понимаю, что я по-русски не понимаю, что они говорят. Я с микрофоном. Перед огромной, значит, финнов было не так много, их человек всего 12-15 было. Но там вот приехали какие-то вот эти важные чины северсталевые. Чудный дядечка, который, видимо, много ездит, он немножко подсказывал какие-то слова, но это не очень помогало. И вот это был тот момент, когда я действительно была буквально вот в миллиметре от того, чтобы положить на сцену вот этот микрофон и расплакавшись убежать. Это было невыносимо. Это самый величайший момент, наверное. Я аж, видите, я аж из-за того, что это был величайший момент. Я думаю, что если ты прав, то это был я, на нем аж. Ну, в общем, чем закончилась история? Я выхожу понурая. Я не знаю, что... Я не учла один момент. Мои чудесные финны тоже этого всего на английском не знают. И даже то, что дядечка с первого ряда мне подсказывал, для них пустой звук. Они знают это все только по-фински. И они такие, оу, ты так здорово переводила. Я говорю, зачем вы издеваетесь? Я так плохо справилась. Они говорят, а мы ничего не поняли, что ты говорила вообще. Я такая стою... И как относиться к этому? Действительно, не моя вина. Действительно. Но как же было в том моменте ужасно. Все месторождения мира разверзлись подо мной. Хотелось тогда провалиться. Бывают такие страшные ситуации. Я потом, не знаю, наверное, несколько месяцев боялась брать новые заказы. Ну, это просто жуть. Ну, я думаю, что ваша защита, можно сказать, что вы взяли себя в руки и не заплакали. Потому что раз такой момент был тяжелый, да, это же нужно иметь, извините за выражение, это же нужно иметь яйца, чтобы... Наверное. Не, мне кажется, в данном случае переводчики яйца просто адамантовые. Потому что я не думаю, что кому-то тут нужно оправдание, кроме, собственно, людей, которые все организовали очень нехорошо. О, да, организовали не очень хорошо. Но там и весело было, на самом деле, в Череповце. Следом мы поехали на встречу с мэром, и он очень лихо рассказывал, что в Череповце... Ну, вы понимаете, Северсталь, Череповец, там есть шутка, что люди не только видят, чем они дышат, они могут это потрогать, потому что частицы такие крупные. И вот мэр так весело рассказывал, что они планируют развивать туризм. Финны с трудом сдерживались от смеха. Я, в общем, тоже не могу себе позволить, но было тяжело. Один ко мне наклоняется из финнов, говорит, вот здесь вот в бумажке написано «туризм», они ошибку какую-то допустили. Какое это на английском слово должно быть? Я говорю, нет, нет, это туризм, он про туризм. Поэтому это была и веселая тоже поездка. Вы знаете, про шутки заговорили. Расскажите, у вас были случаи, когда вот кто-то шутил, и нужно было перевести, а шутка... Не то что... Ну, ее невозможно перевести просто. Ну, у меня в меньшей степени такое происходило, потому что мне попадались такие иностранцы, которые как-то очень берегут переводчиков. И если шутка и есть какая-то, наверное, самые какие-то вот с намеком, наверное, у французов. Но тоже они шутят очень тонко, никого не оскорбляя, и даже, не знаю, не думаю, не вспомнится мне сейчас такая история, чтобы какая-то шутка была провальная. А если в одну сторону, например, русские пытаются рассказать какой-нибудь анекдот, и он, в принципе, вполне смешной для нашего человека, Ну, западу, ты еще долго-долго объясняешь вообще. В чем соль? Бывало подобное, основное, что я очень люблю, это когда русские неважно шутку, не шутку рассказывают. Но почему-то нам до сих пор многим кажется, что если сказать громче, то это понятнее. Да. Это какая-то беда. У меня иногда бывает, когда я... Я называю это волонтерством. Ну, вот, знаете, окажешься в аэропорту где-то за рубежом, и видишь, что соотечественники попали в какую-то неприятную ситуацию. Или где-нибудь на ресепшене тоже что-то вот. И когда они... Что-то случилось с полотенцем, на ресепшене, помню, была такая история. Вот они вот громче, и все... Ну что ты меня не понимаешь? Палаки! Вот это вот... Это так нелепо к ним подойдешь, так немножко переведешь. У меня, честно говоря, чаще бывают... Не то чтобы чаще, но с определенным постоянством бывают ситуации, когда люди, глядя на меня, считают, что я не знаю английского вот за рубежом где-то, и могут что-то нелесное сказать о моей стране. Мне это неприятно, честно вам скажу. И мне даже как-то было время, когда... Вот как только мы встречаемся с человеком, я говорила... То есть там, откуда ты? Я говорила, I'm from Siberia. И они такие, Сербия? Я так, ну почти, ну знаете, да, 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 ну почти. Рядом с парой тысячками. Да, да, там на самом деле, пешком всего-то пару месяцев. И в какой-то момент, через несколько дней, когда люди уже со мной пообщались, и вдруг что-то опять заходит о семье. Я говорю, у нас в России... И такое удивление... Подожди, стой. Я говорю, да, у нас в России, я из России. Это ставят в тупик. В Вологде, в той же вот... Опять же, была очень странная ситуация, когда тамошние репортеры отсоветовали каким-то образом иностранным, значит, всем приезжим, что я очень хорошо говорю по-русски. И тут все мои подопечные озадачились, типа, вроде как, она же русская, почему они отдельно подчеркивают, что она хорошо говорит по-русски, что не так. И начала... А я еще не знала про эту ситуацию, что кто-то вот из репортеров такое сказал. А ко мне паломничество. И каждый подходит и говорит, are you from Poland? И каждый... Я была и грузинкой, я и полячкой была. И кто-то даже предполагал, что я чуть ли не из Эстонии, хотя, казалось бы, внешне не похожа. Вот тоже любопытные такие вещи происходят, которые... Ну, не очень логично. С шутками, слушайте, ну вот у меня как-то не случалось. Почему вокруг меня не шутят? Мне пора об этом. Ну, наверное, ангел... Я думаю, это, знаете, ангел-хранитель вас бережет. Вот шуток. Да, да, наверное, да. Потому что, я, честно говоря, я бы побоялась. Я сама, как любой нормальный человек, люблю посмотреть какие-то сериальчики. Да, да. И когда... Когда сама хочу над тем, что вроде как, зачем ты на пляж со своим песком пришел со своей девушкой, кстати, как ее зовут? Her name is Sandy! Это смешно, я сама смеюсь, а в русском, конечно, это все... Мне так жалко ребят, которые переводят. Переводят, да. Все эти вещи. Да, как же им тяжело. Просто... Скажите, у вас был опыт аудиовизуального, может быть, что-то подобное, видео приглашали? немножко. Немножко было. Это, причем, это же в Вологодской области было, когда я работала. И надо было перевести про Форт Рос, он находится в Америке, и этот форт организовали как раз русские выходцы, в том числе и из Вологодской области, из Архангельска, из Вологодской области. И такой интересный фильм, его как раз хотели адаптировать субтитрами, обратились вот почему-то ко мне, не к носителю языка. И было любопытно, на самом деле, когда вот у тебя видео, и вот сидит чудо, такой этнограф, местный, старожил, который вот рассказывает очень любопытно вот эти какие-то исторические вещи. И да, и вот расшифровываешь, потом, значит, уже переводом занимаешься. Любопытно. И также с аудиовизуальным работали вот буквально перед началом всего этого карантина, самоизоляции, правильно, да, поговорим. Но я была менеджером. Вот в чем штука. То есть попросили для Сибирского клинического центра сделать перевод роликов как раз о том, как правильно надевать защитную амуницию медикам, откуда берет свои истоки этот вирус, какие препараты уже зарекомендовали себя как плохие, как те, которые вызывают побочные очень сильные действия. Было, секунду, пять роликов, пять роликов, да, было. И, опять же, в силу того, что я не способна скорость дать, плюс я уже говорила, что я довольно плохой переводчик с китайской медицинской тематикой уж точно не возьму. Переводчики работали, несколько человек, группа, они работали как раз над расшифровкой, над переводом. Моя задача была дальше уже свести видеографа, который должен был, и наложить, значит, определенно там что-то порезать, наложить какие-то надписи на экран. Мы записывали отдельно звук для этого всего. То есть, опять же, надо было найти, где это все провернуть, как звук записать. И здесь, естественно, телевидение очень помогает, потому что у тебя есть такие знакомые, люди, которые этим занимаются. И поэтому мы все вместе сделали вот этот большой важный... Мне кажется, очень важно это было. То есть, в Красноярск нужна была такая информация. Только-только были первые дни буквально самая инфляция в нашем городе, и вот сразу же это все разослали по клиникам. Ну, мне кажется, не только медики, на самом деле, в этой всей ситуации на передовой. В смысле, нет, неправильно сказала, даже глупо сказала. Медики на передовой, но переводчики очень помогли, потому что препараты надо какие-то применять. И если уже где-то показано, что препарат только ухудшает чье-то самочувствие, то, естественно, об этом весь мир должен очень быстро узнать. И узнать от людей, которые могут качественный перевод сделать, которые могут это и быстро, и качественно. Мне кажется, что переводчики тоже сыграли очень большую роль в том, чтобы вот сейчас как-то, то, что мы замечаем, да, to flatten the curve, вот эти все разъяснения, вот эти все пояснения и для медиков прежде всего. Знаете, как медики на передовой, а переводчики за спиной медиков. Да, отряд поддержки. отряд поддержки. Да, 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 видите, это даже рифмуется. В общем, я думаю, что мы с вами делаем важное дело. Да, мы очень важное дело делаем, особенно такие классные переводчики, как вы. Александра, расскажите, вот как у вас проходит вообще самоизоляция с точки зрения работы? Ну, уже закончилось, я так понимаю? Ну, частично, да, то есть мы уже можем выходить на работу, телевидение, оно не заканчивалось на период самоизоляции, то есть я выезжала, мы доезжаем в масках, в перчатках, дальше заходим в студию, которая все обработана, естественно, там работаем с коллегами, у нас было две бригады, и если в одной из бригад выявили бы у кого-то, то всю бригаду сразу бы отправили в, собственно, на лечение уже, вторая бригада бы подменяла, то есть, ну, вот таким образом было. В плане переводов устных вот их не было, что мы в начале самоизоляции с разрешениями, с вот этим всем ролики готовили, конечно, по телефону много всего можно было сделать, ну, и письменных переводов, прямо вам скажу, практически не было, честно говоря, это время, я надеюсь, что у моих коллег были эти переводы, я очень хочу верить, что просто меня по остаточному признаку, так как у меня хоть какая-то еще работа есть, то, что подворачивалось, какие-то небольшие, буквально там, две странички или какая-то вот презентация, я ребятам помогала с презентацией, так как я на универсиаде работала, то вот эти контакты сейчас тоже возвращаются, они готовят презентацию какого-то нового формата универсиады, и вот они попросили просто презентацию им продублировать, и вот я говорила, что ребята, у меня просто выходные немножко тут, Жаня, ты ничего, если я сдам через три дня, и они такие, да, нам как раз примерно так, нам еще кое-что там справочки возникнут завтра, ну вот с моим прекрасным сыном буквально на руках, на ушах, вы видите, вот парень, обнимака, ну он уже какие-то словечки запоминает, тут подходит такая смысл, она говорит, мам, я забыл, у, это с китайского 5 или с английского 5, я что-то не помню, то есть что-то ловится, и мне очень нравится, что с самого маленького возраста он растет вот в это окружение, что языки, это несложно, я иногда смеюсь над ним, говорю, сынуль, сынуль, а знаешь, как будет супермен по-английски, он как, я говорю, супермен, он такой, да к английски простой, я говорю, да конечно, ну конечно, сына, не надо его бояться, все выучим обязательно, ну и у нас есть колыбельные две на английском с ним, то есть мама сначала попереводит, а потом убежит еще и колыбельную споет, это Summertime Гершвина и Tinkle Twinkle Little Star, вот это вот стандартное, да, она очень ему нравится, звездочка ему очень нравится, а вот Гершвин, ну сложнее, естественно, да и прям скажем, надо обладать недюжинными вокальными способностями, но был момент, когда года в три наверное он сказал, мам, а спой самотай, самотай, спой, я сижу, господи, да какой самотай, о чем речь, не сразу сообразила, но будем считать, что самотай, это у нас первое слово на английском, я вам могу еще одну колыбельную подсказать, это колыбельная Шелдона, не слышно, да, 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 я думаю, что ее тоже стоит включить репертуар, да, 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 ну мой мальчишка некоторым образом сыночек тоже такой любитель, типа, мама, это моя табуретка, почему ты не села делать свои дела, уходи, это мое место, я не, бывает, вспоминаю Шелдона, ну, в общем, знаете, вот хочется, я правда, я так хочу, чтобы молодые переводчицы, сейчас вроде даже модно, да, использовать особые феминитивы, чтобы не боялись, ну, не помешает, у меня очень большое количество примеров, когда блистательные переводчики, в том числе из китайского, которые синхронят с китайского, повысим ранг их, они синхронят с китайского медицинскую тематику, вдумайтесь, и эти девчонки, они возвращаются в строй, и они в порядке, и они приобретают, вот я говорю, особую мультизадачность, поэтому ни в коем случае не надо бояться декрета, раздражает иногда, да, потому что, когда ему 4-5 лет, он почему-то не очень понимает, что тебе пора поработать, и что-то там, какую-то презентацию переводить, но все равно профессия не пострадает, если захотеть. Отлично. Я думаю, это хороший совет для молодых переводчиц, у нас сейчас, скажем так, феминизм вовсе расцветает. Для молодых переводчиков через какое-то время. Я думаю, что мы еще зададим пару вопросов, потому что у вас уже пол-одинства, я просто не представляю, как вам сейчас тяжело. Да нет, в общем-то, скорее террористу моему тяжелее. Время. Спать уже пора. Буквально пару вопросов. На самом деле, он сейчас радуется, что ему нужно побольше не ложиться спать. Все хорошо. Я, когда вот смотрел вашу страничку, узнал, что вы просто творческая личность, вы увлекаетесь живописью, даже театр, поставили свой спектакль, я правильно понимаю, да? Да, 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 да. Расскажите об этом. И вот еще интересный вопрос, как это помогает вам в переводческой сфере? И помогает ли вообще ваше увлечение? У меня папа художник, но он такой, знаете, неизвестный, непризнанный и непонятый гений, вот так скажем. И с детства поэтому и меня, и моего брата, у меня есть брат младший, как-то постоянно к рисованию, именно рисование с карандашом имеется в виду, как-то нас приучали, что ли, можно даже, наверное, такое слово сказать. Мы в первую художественную студию пошли нам, мне вот пять лет было, когда я первый раз, значит, пошла, и мне, знаете, то, что называется, начали руку ставить, там, глаза уже рисовать, там, что-то, все по-правильному. Наверное, у нас просто как-то, ну, мы в этом росли, у нас, наверное, по-другому уже и не получилось. Мне очень нравится писать, но писать маслом я очень люблю, но сейчас точно так же, как и с переводами, я, конечно, красочки-то разложить могу, но потом прибегает один смышленый парень, и красочки перестают быть моими, но ничего, в этом тоже есть какой-то особый, даже кайф, можно сказать. Он создаёт свои шедевры, я думаю. Да, 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 мы их подсушиваем, они у нас хранятся. Театральная постановка, это какое-то такое большое моё, просто вот страсть моя была как раз на первом курсе, и тогда и случилась пьеса моя. Мне казалось в тот момент, что я вот режиссёр, где-то в душе, где-то внутри там глубоко, это вот как раз период, когда хотелось бросить университет. Но я рада, что я это всё проделала и закрыла для себя эту страницу, чтобы никогда потом не страдать, а вот если бы, да кабы. Потому что быстро стало скучно, почему-то мне показалось, какие-то и актёры не такие, вообще всё не так, это любительский театр. Конечно, актёры не такие хорошие, добрые люди, но не профессионалы. И это действительно помогает. Вот когда я вам рассказываю про кинофестиваль, это действительно помогает. Эти люди, они ведь не только про Станиславского говорят, как многим кажется, они могут что-то и про авансцену, про что-то про свет сказать. И когда ты вдруг, ты понимаешь, когда в конце концов ты понимаешь, чем учение Немировича-Данченко отличается от Станиславского, и когда они восторженно об этом говорят и видят, что ты не просто киваешь, а ты правда понимаешь, о чём они, конечно, приятнее, конечно, это располагает. Они приезжают, и их встречает не просто Талмач, который, ну вот как часто может быть, где-то встретится, а человек вроде бы такой же. То есть они расслабляются, им легче принять страну, и мне это так приятно, я так хочу, чтобы все думали о нас лучше, немножечко, наверное, чем даже мы сами о себе. Иногда я вам открою страшную тайну, я скрываю, что в Сибири иногда медведи куда-то к людям выходят. И самая ужасная подстава, даже так скажу, подстава просто, когда я везу на канатку моих любимых иностранцев, там с кем бы я ни работала, и там огромный баннер. Не выходите на столбы, медведи вышли к людям. Я думаю, пишите это, пожалуйста, текстом, чтобы никто не понял. Вот, бывает такое, да. Ну, здорово, здорово, что вам помогает ваше влечение в работе. Наверное, работа переводчика, она в принципе связана с тем, чтобы знать очень многое, да. И уметь им воспользоваться. Да, уметь им воспользоваться этим всем. Да, 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 да. Ну, мы с вами вот как раз об этом уже и говорили, да, что в каждой конкретной ситуации именно вот этот какой-то свой прошлый опыт, бэкграунд, да, он как раз и поможет. И я, наверное, задам еще один вопрос, пока у Марии нет вопросов. Я пока просто слушаю. Хорошо, я тогда задам. Сложно ли вам совмещать работу вот ведущей на телевидении и переводчикой? Отпускаются работы на проекты? Нет. Нет. Никому не рассказывайте. Я не могу просто так отменить себе эфиры, но так как они проходят очень рано утром и в 9 утра уже эфир заканчивается, у меня были пару раз ситуации, когда я с эфира переодевалась, отмывала этот яркий весь макияж у себя в гримерке. Ну, я же не могу вот размулеванная приехать, а в кадре мы, ух, какие матрешечки, щечки у нас, лазищи, все как надо. И вот я расчесываю кудри, значит, собираю все это в пучок аккуратный, смываю и еду. И один раз мои коллеги заметили вот это мое преображение и такие, как? Мы тебя не узнаем. Ну, то есть они не видели меня как переводчика, сосредоточенную, вот такую. Но на эфир-то я встаю в 3.30. Вот я как раз хотела спросить, как вы вообще живете в таком ритме? Ну, это не каждый день, не каждый житель. Ну, вот если ты встал в 3.30, конечно, ну, до трех ты еще нормальный переводчик. А потом нет. А потом уже все. Режим, знаете, Маш, он два раза примерно, два-три раза в неделю у меня происходит вот этот подъем в 3.30, и потом я стараюсь себе дать поспать, как в детском саду, чтобы функционировать. Если этого не сделать, то потом два дня будут совершенно никакими. То есть они абсолютно выпадают. И вот это самое сложное. Позволить себе отдохнуть вовремя. Час вот этот подремать, чтобы сохранить функционал. Ну, и если случается больше эфиров, у меня так произошло вот в конце июня, если их, скажем, пять за восемь дней, буквально там бывает и подряд, здесь сложнее. Здесь сложнее, ты потом выпадаешь просто на неделю и физически не можешь уже какие-то брать заказы. И мой предел, это конек-горбунок с закрытыми глазами наизусть в качестве мамы. То есть как мама я тоже становлюсь немножечко такая. Ну, конечно, это всегда сложно все это вместе совмещать. Я просто не представляю, как у вас получается все это. Детей еще нет, поэтому я и не представляю. Ты и не представляешь. Тебе не грозит дед. Ну да. Я так сижу, молчу, но спасибо, Маша, что вы об этом сказали. Можно я немножко так... Да, феминизма чуть-чуть. Все-таки немножко мальчикам попроще. Совсем малость. Совсем чуть-чуть. Ну, и, наверное, я все-таки задам последний вопрос. Или у тебя будут еще вопросы? У меня, возможно, возникнут факты, но мне уже после этой истории в три часа мне уже очень хочется отпустить Александру спать. Нет, я сегодня встала не в три, я сегодня в шесть встала. Вы знаете, в шесть, если честно, оно от трех отличается всего тремя часами. Слушайте, да нет. Когда у тебя утренний эфир, это огромное количество времени. Знаешь, да, что эти три часа это просто рай. Ну, и, наверное, последнее. Напоследок вы уже, в принципе, говорили об этом, чуть-чуть задевали тему. У нас смотрят очень много молодых переводчиков. Ваши пожелания и советы молодым переводчикам. Так сказать, на путстве. На путстве? Да. Никогда не переводите чиновников. Вот. Их сложно переводить. Невозможно. Это прям самый ценный совет. Но если серьезно, то, конечно... Нет, их правда тяжело переводить. Я понимаю. Канцелярский язык, все эти дела. О, да. Наверное, не сдаваться просто. Когда случится ваша первая ситуация Ханса Ванда, как у меня, когда непонятно, все-таки ты справился или нет. Я молодец или как. Ни в коем случае на личность с самим собой не переходить. Или северсталь. Профессионализм? Да, и северсталь. Да, это вообще суперпровал, да. Ну, то есть ни в коем случае не удариться, что я какой-то плохой. Нет, это просто приобретение самого классного опыта и приобретение профессионализма. Любая ошибка, она делает настолько лучше. Тот, кто не делает ошибок, он же что? Ну, он не вырастет никогда. А после того, как ты уже на северстале чуть было не разрытался, а в следующий раз уже правда не так и страшно. И они будут. Они будут какие-то вот эти случаи, когда с вами рассчитались непонятным воздушным рисом и совсем не заплатили или заплатили что-то совсем смешное. Здесь, к сожалению, никто травки не подстелит. Но это невероятная профессия, когда можно каждый день учиться чему-то новому, когда можно ставить себе новые задачи, взяться за новую тематику, взяться за то, чего раньше не делал. Расти. У нас есть возможность расти постоянно. И мне кажется, это самое главное. Нам легко даются языки, когда мы соскучимся с английским, китайским или какой бы язык наши коллеги не знали, не учили, можно потом взяться за другой. И это прекрасно. Можно избежать альцгеймера и слабоумие в старости. Доказано, что каждый новый язык и оставляет мозг таким бодреньким. И правда, очень хочется пожелать, чтобы все, кто только приступает к этой профессии, ничего не боялись. И если кажется, что некуда расти, обязательно появится какая-то смежная история, которая только про вас. И только вы с этим можете справиться. будь то телеведущая и переводчик, которая иногда ведет какие-то мероприятия, где нужно одновременно и переводить, и что-то по тексту говорить, будь то еще какие-то может быть дипломатия, может быть какие-то новые, которые мы не можем придумать направления, но если станет скучно, хотя я не знаю, как переводчикам может стать скучно, но если что-то, то здесь можно найти что-то уникальное про себя, про свой жизненный опыт, и от этого получать кайф по-настоящему. Александра, спасибо за эти вдохновляющие слова, я на самом деле сейчас прям сам вдохновился. Да, прямо записать и показывать выпускникам. Ой, спасибо вам большое. Спасибо вам огромное. Абсолютно здорово. С вами было сегодня просто здорово, мы с Машей просто кайфанули от души, давно мы так не веселились, как сегодня. Вы зажгли нас, я думаю, мы еще долго не уснем, наверное, до трех часов. Давайте, давайте. Увидимся уже с утра тогда. Может, он будет тоже следить на кассе и такие, ребята, у нас есть навыки. Да, да, уже сможем. Спасибо вам большое за то, что вы делаете, потому что я посмотрела пару ваших выпусков, и это круто, вы вдохновляете своим примером, примером, как можно посинхронить, примером тех людей, которых вы зовете, корифеев настоящих. Я думаю, что вы делаете очень большое дело, очень важное, и где-то мне вот в начале моей карьеры очень не хватало вот таких вот вас, которых можно было бы послушать и знать, что я не одна с этими всеми, воюю мельницами, и все будет хорошо, все правда наладится. Спасибо, Александр, мы вам тоже пожелаем, чтобы у вас было больше проектов, чтобы провалов было больше, но... На ханцев было меньше. Да, на ханцев было, да, на хороших провалов, да, 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 хороших провалов было, и, конечно же, здоровья вам, здоровья вашему ребенку и вашей семье, всего вам хорошего, спокойной ночи. Огромное спасибо, что пришли к нам так поздно вечером. Всего хорошего, удачного вам вечера. Все раз спасибо. Всего доброго, до свидания Пока